Друзья, всем привет, с вами NJ Smoke, меня зовут Роман и в сегодняшнем видео мы смотрим на минималистичный бокс мод от компании AUGVABE. Это друга FoxyMod, под описание которого прямо напрашивается слово минимализм. Он абсолютно лишен излишеств, но все же в нем присутствуют интересные конструкторские решения. Поставляется FoxyMod в черной лаконичной коробке, которой его и подарить товарищу будет не стыдно. На лицевой части позолоченные логотипы, а на обратной информация о производителе и скрэйч-код для проверки оригинальности устройства. Внутри помимо самого бокс-мода ничего кроме макулатуры вы не найдете. Все, что здесь есть еще, это инструкция по эксплуатации на английском языке и вкладыш по технике безопасности о том, какие аккумуляторы можно использовать, а какие нельзя. Итак, давайте разберемся поподробнее, что же из себя представляет друга FoxyMod. Это увесистый цельнометаллический корпус из цинкового сплава с двумя пластмассовыми глянцевыми панельками с еле заметным ненавязчивым геометрическим узором. Эти декоративные панельки держатся на встроенных магнитах и выполняют функцию крышки, которая закрывает аккумуляторный отсек с одной стороны и декорации для симметричного вида с другой. Держатся они на своих местах крепко и не люфтят. Но не сказать вам про то, что они очень маркие, я тоже не могу. Буквально перед каждым кадром мне приходилось его протирать тряпкой, чтобы вы видели красивую глянцевую панельку, а не мои отпечатки пальцев. И если кого-то такая перспектива пугает, то вот эти пластиковые панельки можно с легкостью заменить на кастомные. В инстаграме на фотках чаще всего попадаются FoxyMod именно с кастомными панельками, нежели со стоковыми. Вот правда, где их купить, я до сих пор так и не нашел. Скорее всего, в скором времени они должны появиться на официальном сайте производителя. Работает друга Foxy на двух аккумуляторах формата 18650 с максимальной выходной мощностью в 150 ватт и минимальным порогом сопротивления 005 Ом. Панель управления здесь скрывается под крышкой. На небольшом дисплее отображается самая необходимая информация. Это мощность, сопротивление и уровень заряда ваших аккумуляторов. Дисплей достаточно яркий, но яркость не регулируется. Выше дисплея расположены металлические кнопки управления регулировкой мощности. Сбоку металлическая кнопка Fire, достаточно приятная на ощупь и сопровождается еле заметным щелчком при нажатии. В общем, пользоваться ей удобно. Ну и переходим к главной особенности и инновации данного бокс-мода, которая кроется в стальном 510-м коннекторе. Это запатентованная аугвейпами система для быстрой смены атомайзера Quick Release. Для того, чтобы поменять один бак на другой, вам нужно зажать очень тугую кнопку, которая разделяет коннектор буквально пополам. Итак, как это работает? Зажимаете кнопку, устанавливаете атомайзер, немного продавив пин, прокручиваете его где-то на четверть оборота и отпускаем кнопку. Как вы видите, этот процесс занимает меньше двух секунд времени. Но вот насколько это необходимая функция и кому она нужна, для меня все же остается вопросом. Удобно ли это? Да, конечно, удобно. Кому она нужна, мне абсолютно непонятно. Я это вижу скорее как инновацию ради инноваций, а не более того. А вот что вы думаете насчет системы Quick Release? Нужна она? Будете ли вы ей пользоваться? Напишите об этом в комментариях. Мне на самом деле интересно узнать ваше мнение. И если вы ищете себе навороченный бокс-мод за всевозможными режимами работы, функциями преднагрева или еще чего-то, что мало используется в вейпинге, то друга это не ваш вариант. Потому что поддерживается здесь всего два режима. Варивольт и вариватт. Для того, чтобы понять принцип работы этих двух режимов, нам понадобится всего две формулы из школьного учебника по физике за восьмой класс. Первая формула это закон Ома. Формула для расчета силы тока на участке цепи, которая прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, и обратно пропорциональна его сопротивлению. И вторая формула это формула вычисления мощности электрического тока, которая равна произведению силы тока и напряжения. Если мы пользуемся соотношением из закона Ома и подставим его формулу вычисления мощности, то она примет следующий вид. Мощность равна квадрату напряжения, деленного на сопротивление. К примеру, увеличивая напряжение в режиме варивольта, у нас увеличивается и мощность. При увеличении мощности в режиме варивата, по сути, мы увеличиваем это же напряжение подаваемой оплатой. То есть физически в этих двух режимах работы мы изменяем лишь один параметр. Либо напрямую в варивольт, либо косвенно через изменение мощности в вариват. Для вейперов же разница в использовании этих режимов по большей части заключается в персональном удобстве при настройке своего батарейного блока. На сегодняшний день производителями продиктована популярность именно варивата, что обуславливает более привычное для пользователя отношение к этому режиму. Каким режимом удобно пользоваться, каждому решать самостоятельно. Ведь в результате плата батарейного блока во всех режимах оперирует только напряжением. Про саму работу чипсета я не могу сказать абсолютно ничего плохого. Отклик кнопки Fire быстрый, а розжиг резвый. И включается девайс очень быстро. Никаких портов под microUSB здесь нет. И как вы уже догадались, заряжать аккумуляторы без помощи внешнего зарядного устройства у вас не получится. И конечно же, аугвейпы, делая максимально простую коробку по функционалу, не смогли не уделить внимания вопросам безопасности. На нижней части есть отверстие для отвода газа, а сама плата оснащена защитами от низкого высокого сопротивления, от перегрева, от короткого замыкания, от неправильной полярности и от переразряда аккумуляторов. Доступен Foxy Mod сегодня в двух цветовых решениях. Это Silver и Gunmetal, как у нас на обзоре. Ну и конечно же шкурный вопрос. Рекомендованная розничная цена на друга Foxy Mod составляет в районе 50 долларов. Что ж, подведем итог. Здесь все хорошо со сборкой. Девайс сделан из качественных материалов. Box Mod приятно лежит в руке, он эргономичный и компактный. А минималистичный функционал лично для меня является только плюсом. Единственным до сих пор непонятным для меня моментом остается эта система Quick Release. Я на самом деле не понимаю кому она нужна, но может быть кому-то на самом деле и зайдет и кто-то будет этим пользоваться. В любом случае за такой демократичный прайс коробка получилась вполне достойная. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, клацать на бубенцы, чтобы не пропускать наших новых выпусков. Всем спасибо, пока!